Нижний Новгород Точнее название города, потому что, оказывается, у нас их два. Но об этом чуть позже. Сразу после церемонии открытия дети приступили к занятиям. Был вот такой жесточайший интенсив. И когда я стала читать о том, как происходили вот эти вот очень плотные 40 минут тестирования, я наткнулась на слова, которые для меня, честно говоря, нано-кванториум, био-кванториум, айти-кванториум и вип-кванториум. Бога ради, давайте по пунктам. Расскажите мне, как человеку из 20 века, что это такое? Прежде всего, что за Олимпиада была? И дальше про вас поподробнее. Спасибо большое за такие замечательные вопросы. На самом деле, 16 октября у нас стартовала Всероссийская акция Олимпиада навыки 21 века. И в наших квантумах, если в школе есть классы, то наши классы, наши лаборатории, они называются квантумы. У вас еще и кванторианцы вместо учеников. Да, и еще вместо учеников у нас наши кванторианцы. Так вот, наши кванторианцы, а именно 45 кванторианцев, попробовали поучаствовать, протестировали данную Олимпиаду. И разбрелись они по нашим квантумам. В IT-квантуме часть ребят решали олимпиадные задачи. В квантуме виртуальная и дополненная реальность. А также в биоквантуме. Вот три квантума у нас были задействованы под Олимпиаду. И в течение 40 минут ребята решали в тестовом режиме задания. То есть они могли выбрать либо математику, либо информатику, либо английский язык. Ну, наши ребята смогли, умудрились за эти 40 минут попробовать свои... Аж по всем трем параллелям. Ну, попробовали, да, захватить. Но в основном, так как они наши айтишники, они быстренько пререшали, справились с IT, с математикой. Оставили английский язык. Ну, и где-то чуть-чуть не успели. А так, на самом деле, каждое задание на каждую номинацию у них идет по 40 минут. Поэтому ребята спокойно могли просто пререшать одну какое-нибудь направление, выбрать математику. А вот маловажный момент для родителей ребят, которые сейчас заканчивают 9-й, либо 11-й класс. Вот эти Олимпиады, они сколь-либо учитываются при поступлении? Или это, скорее, возможность в онлайн-режиме, в рамках собственного города, очень строго протестировать истинный уровень своих знаний? Да. Опять очень хороший вопрос. Спасибо вам большое за такие вопросы. А я мама первокурсника. Я все это прошла. Да, да, да. Смотрите, это онлайн-олимпиада. И ее основная задача, конечно, дать независимую оценку тем знаниям и умениям, которые уже владеют ребят. Заодно посмотреть, какими компетенциями они уже обладают. И что нужно у себя еще ребятам подтянуть. Во-первых, это немаловажно и как для самих ребят, так и немаловажно для родителей, для наставников, для учителей. Что касается, есть ли у них какие-то бонусы. Ребята только второй год предлагают нам участвовать в этой олимпиаде, поэтому они тоже обеспокоены тем. И я думаю, что у них все получится. И в следующем году, когда вот еще раз вся эта всероссийская акция пройдет, что все-таки она войдет в перечень тех олимпиад, которые будут обязательно. И будут дополнительные бонусы к поступлению ребятам. Они тоже обязательно... Да, это обязательно будет, и у них обязательно все получится. Потому что ребят молодые и очень интересные, и очень амбициозные. Ну, в любом случае, я знаю вот от многих родителей абитуриентов, что такое независимое тестирование в начале года, оно очень дорогого стоит. Потому что у ребенка может быть одна самооценка. Не всегда бывает абсолютная и точная самооценка его учителя. А это тот самый случай, когда сухой результат показывает, искать ли репетитора, нажимать ли самому, или ребята с этой темой лучше попрощаться. Вот когда я читала непосредственно о том, что представляет собой в принципе кванториум, у меня сложилось ощущение, что отчасти вы берете на себя миссию помочь определиться с пусть широкой, но совершенно четкой направленностью. Как говорили в наше время физики и лирики, гуманитарии, технарии, так сказать, нынче это инженеры, айтишники, медики. Кто может к вам попасть? Насколько это узкоэлитная площадка? Есть ли шанс у детей из области? Есть, и это доступное дополнительное образование. Во-первых, все, что происходит в кванториуме, все образовательные программы, они бесплатны. Точно так же, как во всех центрах дополнительного образования, у нас есть запись на сайте. Каждый может оставить свою заявку, выбрав ее, то определенное направление, которое бы он хотел попробовать. Но программа, если мы говорим сейчас о новых формах образования, то это новый формат кванториум, это новый формат дополнительного образования, и там система обучения настроится чуть-чуть по-другому. Там есть вводный модуль, который длится 72 часа. То есть мы укладываемся в первое полугодие, и это дано для ребенка для того, чтобы он помог определиться. Нравится, не нравится. Хочу, буду ли продолжать дальше, какие навыки уже у меня к этому есть. И дальше он переходит на следующую ступеньку, на базовый проектный модуль, уже осознанно принимая решение, что это да, мое, я хочу. Ну и чуть-чуть можно я добавлю, что это узкопрофильное? Нет. То есть мы не только айтишников воспитываем. В наших проглорамах уже заложены и софтовые компетенции, и хардовые. То есть наравне с тем, что мы их учим программировать, языкам программировать, или на робототехнике мы их учим конструировать, ставить свои задачи, мы еще их учим 4К. То есть критическому мышлению, умению добывать информацию, работать в команде, умение презентовать сюда. И вот это здесь соединяется. То есть пройдя в вас хоть в юриста, иди с очищенным холодным мозгом. Да, да, да. То есть здесь обязательно прокачивается все, потому что основной метод – это проектная деятельность. То есть мы практикуемся чисто на проектах. Ребята приходят со своими идеями, пытаются их соединить, договориться, решают, что они будут делать, и уже работают в командах на определенный результат. То есть по итогам любого модуля, вводного или базового, у них должен быть какой-то результат. Они реально должны что-то выполнить. Либо сделать какой-то прототип, либо написать какую-то программу. То есть это помогает нам с самого начала довести до подростка, до ученика очень четкую мысль, что теория теории, но пока ты не окунулся в практику, что бы ни произошло того, с чем сталкивается любой выпускник вуза, приходя на непосредственно практическую базу, ему говорят, забудь все, что ты читал, вот здесь проект. А когда-нибудь случалось ли вам сталкиваться с проектами, которые вы умом человека взрослого и педагога понимали, что чуть-чуть, если это отшлифовать с помощью взрослых спецов, это готовая технология, которая может многое перевернуть. Дети, у них ведь очень дерзкий ум, потому что они пока еще неограничены. И мы это очень любим, работают с ребятами, потому что они нестандартные предлагают решения, они такие генерируют порой идеи и не боятся или ошибиться, или что-то создать новое. Поэтому вот в этом потоке, да, нужно необходимо разобраться и помочь ребятам. Да, есть такие, и, наверное, вот плюс Нижегородской области в том, что нам, мы, ну, не замкнутая, так скажем, экосистема, где есть только мы, как наставники, есть наши дети. Рядышком с нами, вот если мы говорим о Квантуриум Нижний Новгород, работают, трудятся, работают и помогают ребята из Университета Лобачевского. Наши наставники – это они. И они помогают, они делают и выходы в эти лаборатории, они вместе с ними решают какие-то сложные задачи. Если мы говорим о второй нашей площадке, которая открылась совсем недавно, в Нижегородской области, это Квантуриум Газ, то это инженеры с производства. И вот наша задача как раз сделать этот Квантуриум таким, чтобы эти задачи были от производства и от университета. А еще такая амбициозная задача, чтобы наши ребята все-таки не уезжали от нас, а оставались здесь, в Нижегородской области, поэтому мы их знакомим, что наш университет тоже уникален. И он ничуть не хуже, чем в Санкт-Петербурге или в Москве. Что наша промышленность, что наша группа ГАЗ, они могут предоставить им такие замечательные условия и места. Поэтому мы работаем все вместе. То есть Квантуриум – это... Ну, мне очень хочется отдельную какую-то нашу программу, я буду об этом разговаривать с редакцией, посвятить как раз вашей технологической базе. Говорят, она очень дорогого стоит эта возможность не просто читать книжки, а все осваивать. Приезжайте к нам, мы вам все покажем. Пока же заканчиваем. И в ближний раз хочу поблагодарить вас, что вы занимаетесь таким, в общем, серьезным делом, как вкладывание в будущее наших юных головушек, которые нужно просто чуть-чуть правильно направить, скорректировать их дальнейший путь, чтобы дорога оказалась широкой. Спасибо большое. Спасибо огромное.